Сегодня в новостях. Galaxy C7 Pro. Новый планшет от Nokia. Информация о Galaxy Note 7. Ну а я Макс. Всем привет. Перейдем к новостям. Компания Samsung наконец-то закончили расследование по Galaxy Note 7 и выяснили причину возгорания. В ходе тестирования 200 устройств и отдельно от смартфонов 30 тысяч аккумуляторов выяснилось, что причина была в проектировании фаблета и технического процесса сборки. Что означает не всегда больше, значит лучше. Аккумулятор, если коротко, попросту был слишком велик. В первых поставках аккумуляторы были с деформированными углами, из-за чего электроды были слишком близки друг к другу. Во вторых партиях, которые должны были исправить проблему, были убраны изолирующие слои по ошибке. И во всех партиях были очень тонкие разделительные перегородки между электродами, которые, как видимо, решили сделать из-за небольшого пространства в устройстве. Что и явилось, в общем-то, главной ошибкой, которая всё равно бы выявилась и спалила бы Samsung'и. Но, вероятно, в меньшем количестве. В итоге оказалось, что эта гонка за энергоэффективность устройств Samsung'у не по зубам. Я лично считаю, что основная проблема с аккумуляторами возникла лишь из-за того, что компания Samsung спешила с выпуском своего нового Samsung'а, чтобы успеть до айфона. Как говорится, поспешишь. В общем-то, так и получилось. Стало известно, что Nokia планирует выпустить планшет размером 18,4 дюйма. Как стало известно из JFX Bench, новый планшет, кроме гигантского дисплея, получит разрешение 2560 на 1440 точек. Камеры, на удивление для планшетов, будут на 12 мегапикселей с двух сторон и будут иметь поддержку 4К. Также планшет получит поддержку 4G и NFC модуль. Ну а ядром системы станет процессор Snapdragon 835 с 4 гигабайтами оперативной памяти и 64 встроенной. Работать будет на андроиде 7.0 Nougat. Новые факты о Samsung Galaxy S8. В этот раз слухи касаются камеры. А точнее, насколько она будет выступать из корпуса. В китайской соцсети Weido появилось фото, где видно, что в свежем Samsung'е камера и вовсе не будет выступать из корпуса. В последние несколько лет производителям приходится делать камеры, которые вылазят из корпуса. Так как качество требуется больше, а камеры попросту не вмещаются в смартфон. И конечно же, части потребителей это не нравилось. Так вот, теперь это стало возможным благодаря более тонкому дисплею. Теперь камеру можно просто глубже утопить в корпус. Так как места стало больше. Поступил в продажу новый фаблет от Samsung Galaxy C7 Pro. Это очередной среднячок компании, который выглядит премиально. Работает он на энергоэффективном новом процессоре QL.com Snapdragon 626. Также имеет 4 гигабайта оперативной памяти и 64 встроенный. Камеры с обоих сторон имеют по 16 мегапикселей. И главное, дисплей размером 5,7 дюймов. И как обычно, для Samsung имеет матрицу Super AMOLED с разрешением Full HD. А также поддерживает 4G, Voilte, NFC и сканер отпечатков пальцев. На данный момент смартфон можно заказать за 500 долларов. Ну а на этом всё. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. И если вам нужна помощь в выборе техники, обращайтесь на наш портал. В этом мы всегда поможем. Удачи и пока!